Battle of Glory это сайт, на котором ты можешь выигрывать призы, просто играя в рандоме. Уникальные турниры, благодаря которым ты совершенно бесплатно можешь подзаработать голды или вывести деньги себе на счет. Все турниры разделены по скиллу, поэтому тебе не придется соревноваться с теми, кто играет гораздо лучше или хуже тебя. Battle of Glory, ссылка в описании. Приветствую всех, друзья. В данном видео я сыграю 3 боя в лайф-режиме на ТВП. 50-51, в чешском топе. Сегодня я буду озвучивать максимально свои мысли пытаться в бою, анализировать сетапы, чтобы вы понимали, как на этой технике отыгрывать в разных ситуациях, на разных картах. Я думаю, про танки уже все и так знают, что это за танк, как вообще он играется. В целом, могу так вкратце сказать, очень быстрый барабан на 1280 урона. Кажется, на 1280. Ну да, на 1280 урона отдается максимально быстро. Вот вообще настолько быстро, насколько это возможно. Самые быстрые 1200 урона, по-моему, вообще в игре. Наверное, никто быстрее не вливает. Давайте по бою. Поеду, наверное, есть вариант. Иногда здесь просвечивают ЛТшки. Переезд тяжей можно было бы туда стрелять. Вообще на Чехе часто занимаются позиции, на которых первоначальный какой-то отстрел. То есть он очень быстро заряжается, и он очень много дает, ну, он очень много дает именно в прокатки какие-то. То есть, допустим, он может дать 1200 урона в заезд на рудниках, то есть заезд на гору. Может еще в какие-либо прокатки, там на том же перевале есть вот эта прокатка. Он тоже в нее может влить очень хорошо. Но сейчас, так как у нас ЛТшки не поехали именно на берег, то есть, ну, сам себе я не знаю, как там точно светить и смогу ли я выживать. Поэтому еду в стандартную СТшную позицию. У нас уже умерли две ЛТшки. И вот как раз-таки Чех отстрелял. Чех очень хорошо отстреливает именно в начале. Как я уже и сказал, особенно каких-нибудь ЛТшек, которых очень легко пробивать. Здесь не очень хорошее пробитие, поэтому ввожу много кумулей. С 2-6-8 стреляться даже не хочу, тем более под артой. Выстрелил один раз на удачу и дальше сразу кдшусь. Потому что стоять смысла нет. Нам бы сюда танк, который мог бы что-то вытанковывать. Я думаю, поехать вперед или нет. Ну, там 2-6-8, там Чех, там... Опа. Вот этот вот, кстати... Ага. Жалко, что он меня просветил. Сейчас, когда он будет выезжать, он, возможно, допустит ошибку. И подставится. Можно будет ему барабан раздать. Пока у нас никто не чекает. У них 2-6-8 какой-нибудь или еще кто-то может сюда поехать. Это опасно. 10 наполучал, но вряд ли он теперь что-то будет рыпаться. На том фланге у нас нет топ-танков. Ну, гриль только саппортит. Хэвик, по идее, может всех убить, если он грамотно будет играть. Тут еще и паттан. Ну, на этом фланге много танков. Я не знаю, как его пушивать. Пока чувствую себя бесполезным, но не хочу терять ТП. Как-то вот Т-10 ошибается, наконец. Немножко его вперед пропущу, чтобы он не смог назад откатиться. Не понимаю, Бэшка не видела, что ли, что я расстреливаю? Помешало мне хорошо последнее отдать. Он у нас уже умер на том фланге тапок. Но туда я ехать навряд ли смогу. Опять же, нам надо как-то потихоньку, потихоньку, полномерно этот фланг выпушивать. Но это крайне тяжело будет сделать. Даже не знаю, толком светить мне не для кого. Потому что арта не простреливает. У нас ЛТшки на базе, можно поехать их убить. Там гриль едет их контрить. Ток убил Лоррейна. Я даже не знаю, как это... Но две шотные ЛТшки, наверное, гриль их убьет. На всякий случай подстрахую, пока на этом фланге никто ничего не пытается делать. Истоятся и Вова. Отлично. Я даже могу... У них теперь... А, у них все равно одна ЛТшка еще есть. Хотел сказать, вот отсюда пострелять. То есть они могут сюда подставляться. Так, Бэшка у нас уехала с той позиции. Но плохо, что она наполучала. У них умер Т-57 Хэви. Я... Знаете, что сделаю? Блин, у них там Т-4... А, Т-4 тоже умер. Отлично. У нас гриль вообще хорошо просаппортил. Да, ребят. Я заряжаю кумулятивы. Еду сейчас. У них фланг ослаб. Умер Хэви. Умер Т-4. Я могу приехать, добить недобитков. И уже разыгрывать через тот фланг. Пускай они уже проезжают, как бы, на эти позиции. Но толку это им особо не принесет. Мы сейчас очень быстро здесь убьем. Им надо будет возвращаться на деф. И не успеют. Нормально все... Ну, то есть они не успеют пропушить. И... Потом вернуться. То есть им обязательно надо... Здесь я даже на пофиг, если сейчас получу. Не так страшно. ТФКшный оказался. Немножко с прицелом у меня тут... Я в снайперский перешел. И было очень близко. Сухо тут запар. Но в лоб он меня не пробил. В любом случае. Здесь ТВП уже можешь встречать. Но вроде СДС все прочекал. Они не догадались заранее сюда вернуться. Но у нас на Респе тоже все плохо. Если они сейчас станут 3 плюс захват. А здесь кто-то будет дефить, то... Но это плохо. Будет для нас. Будет прострельчик. Коточек. Коточек. Чтобы... Чтобы так просто не ушел. В принципе у них вот Леопард вернулся. Возможно и Паттен вернулся. Гриль может ЛТТБшку встретит. Они упарываются в лоб. Это отлично. У нас тут много танков. Будет по кому стрелять. Только что 268 остановился. Он сейчас зацелит. Кумулятивом пробитие здесь не очень хорошее. Но 268 пробить не такая большая проблема. Я уже еду. Я фуловый. И надо мне уже получать. Заряжусь. Выйду. Убью. Как раз арта КД. Выйду. Убью Чеха. Из-за дыма не видно. Лев сзади вышел. Или не Чеха. Хотел арту сначала добить. Не попал снаряд. Обидно конечно. Чех тоже откадешился во льва и убегает. Навряд ли. Я его заберу. Скорее всего лев сейчас заберет. Но. Надежда умирает последний. Или Т-34. Или Гриль. Гриль хорошо по-моему отыграл. Скорее всего у него тысяч шесть силы. Около того урона. В целом. Вот на Чехе. Как и на других барабанных танках. Главная задача. Не получить в начале. Намного хп. То есть. Ну ты. Нет. Гриль на самом деле. Меньше меня настрелял даже. Я думал он очень много настрелял. Потому что я думал. Почти он фулл хэвика убил. Но это оказалось не так. Четыре с половиной тысячи урона. В принципе результат неплохой. Не такой плохой. Могло бы быть и лучше. Но неплохой. В целом. Что я еще раз по Чеху говорю. Как и на всех барабанных. В начале боя. Желательно не терять там. Больше каких-нибудь 500-700 хп. Был хотя бы 1000 плюс запас. Для чего это надо. В конце. Такие танки. Как. Вот этот вот ТВП. Или Батчат. Очень могут зарешать исход боя. То есть. Есть какой-нибудь там. Я не знаю. Тяжелый танк с 1000 хп. Или ПТшка с 1000 хп. Или СТшка с 1000 хп. Который может тащить. Который может там принять от какого-то вашего тяжа. Закрутить его и прочее. И вы можете принять от нее одну и убить. Или там в случае Батчата принять две и убить. Батчат все-таки немножко подольше барабан разряжает. Поэтому ну вообще процесс игры на Чехии каким образом построен. Вначале вы едете на позицию, которая может что-то отстрелять по прокатке. То есть борта. Далее ищите возможности вместе с союзниками обязательно. Либо где-то откимпить. Раздать барабан тоже на халяву. Либо вместе с союзниками. Там союзник принимает допустим. Вы выходите и 1200 выливаете. Ну в городах отлично это все применяется. Но на Чехии правда сложно все равно. Ну союзники не всегда в городе хорошо танкуют. И вы порой просто простаиваете. Допустим на этой карте я сейчас кинул к девяткам. На этой карте я поеду простреливать ЛТшек, СТшек. Которые будут ехать нагло близко. Направо ехать не буду изначально. Ну то есть Чех такой ситуативный танк. Вы отстрелили барабан вначале и дальше смотрите на разъезд своих союзников. Что они делают. Допустим 62 ошиблась. Что и получается поджогом. Больше никто так близко не хочет проехать. В принципе если бы не поджог я разменял бы одну в две. Одна не попала. К сожалению. Но зато поджог. То есть 870 я разменял на 312. В начале боя это довольно таки неплохо. А двойка тут ошибается у них. Кстати второй раз горит. На этот раз огнетушителя то уже нет все. Так у них Чех и 54 поехали на тот фланг. Я вижу что есть возможность просто взять и поехать вот так вот упороться. У них возможно какая-нибудь... Ага я кстати просветился. Возможно какая-то СТРВ у них конечно стоит на зеленке. Но скорее всего у них почти никого нет. Ай по трупу. Минимум одна арта отстрелялась. 90-ик непонятно будет ли он... Стоять за этим домом или убегать. Но в любом случае я еду на него. У меня правда еще КД. Стоять захвачено. Сделаем вот так. С тараном. Тут надо 50-120 пострелять. Я единственное что буду находиться под артой. Кстати одна арта тут. Отличный барабан. То есть добился барабана. Так а как у нас 140 от арты умер. Арта еще жива. Добил с барабана 90-ика и... 10 возможно сейчас Бор даст. И дал барабан по 50-120. Оказался заряжен к сожалению. Так я не хочу к себе Чеха подпускать. Пловом. Поэтому морел будет ли он встречать. Вроде не встречает. У нас там семерый пока ее крутит несколько танков. И до сих пор она почти фуловая. Я подожду вдруг она поедет вперед. Она не едет. Здесь очень мало. Мало успел настрелять. Турбобой. Возможно сейчас по Чеху. Но я даже когда-то не буду. Поеду с тремя. Это все что я успею в этом бою дать. Если получится. Возможно еще кстати по арте попасть смогу. А, арта умерла. Все. Я что-то этот момент упустил. Постою на захвате. Туда я уже не успеваю. Два шотных танка. Поэтому лучше уж очки захвата, чем ничего. 4-300. Несмотря на то, что бой вообще прям турбо-турбо. Получилось в начале. Вот как я сказал. Играешь от ситуации. Отстрелял в начале. Смотришь. Ага. У них Чех не поехал на зеленку. У них 54 не поехал на зеленку. Можно продавить зеленку. Помочь союзникам. Что я сделал? Ворвался. Ну там правда леопард сам ворвался. В принципе планировалось, что наоборот. Я в леопарда ворваюсь. Получилось наоборот. Но в итоге потом ворвался на 90. Костораном ему дал. В принципе пока неплохо идет. Две победы. Посмотрим, что сейчас будет в третьем бою. По Чеху еще вот я вожу больше кумулятивов. Но кумулятивы вы должны понимать, что летят немножко дольше. И поэтому в начале вот на отстреле почти всегда вы, когда делаете какой-то отстрел, вы стреляете в борта. Ну скорее всего. И поэтому подкалиберы будут гораздо эффективнее. То есть ну, играть в фулл кумулятивы на Чехе. Многие так делают. Но я считаю это не совсем правильным. Потому что вот начальный отстрел на многих картах лучше делать именно подкалиберами. Это будет гораздо эффективнее. То есть даже киберспортсмены в лиге играют, ну в том числе я играл где-то 20 на 28. Ну на самом деле там 16 или еще меньше 12 подкалиберов. Ну в любом случае подкалиберы были для начального отстрела. Нужны кстати сетап очень неприятный для этой карты. Потому что 3 ЛТ-10. Непонятно, поедут ли наши ЛТ-10 на гору. Я попробую подъехать под камень и отстрелять что-то. Но скорее всего ЛТ-10 я отстрелять не успею. Просто банально на Чехе они заедут быстрее. Я попробую наверное даже заехать в позицию. На которой играли чехи обычно в лиге как раз таки. У нас все 3 ЛТ поехали на воду. Кстати, ну это не так плохо как могло бы показаться. Если они сейчас прям нон-стопом поедут в воду, то это может быть очень даже эффективно. Я хотел второй каток дать. Я не понял почему только я отстреливал. Это крайне странно. То есть, ну 62-ка не должна заезжать почти на халяву. Там не полетел первый снаряд, к сожалению. По Т-100 ЛТ. У нас не очень хорошая ситуация. У нас умерло 2 ЛТшки. Точнее 62-ка и ЛТшка. На перекатке. У нас отдали гору. Ну, в общем-то... Все печально. Пока что. Его должны с той стороны пострелять. Но с той стороны некому стрелять. Кто не догадывается отъехать назад. Хотя бы так. Хорошо. Ой, плохо. Су-21 сейчас умирает. Кстати, его чех отстрелял. А, все понятно. Из позиции ПТшки. Не пробил. По сути, не рассчитывал ни на что от этого выстрела. У нас есть 4 фугасами. Ой-ой-ой. Как не вовремя. Он меня, кстати, засветил после этого выстрела. Скорее всего, нет. Не вовремя оказался я без барабана. И не вовремя целил не туда. Не надо было мне переключаться на центр. Там все равно для меня ничего интересного нет. А вот здесь я от 13-105 как раз-таки этого мог расстрелять. У нас Т-100 стоит просто в кусту. Чтобы ничего не делать. Но он засветит. Если еще одна ЛТшка поедет, то уже ее я не должен так буду пропустить. Тут непонятное непопадание было. Ну, последний уже стрелил как-то на удачу. Особо не рассчитывал, опять же, на попадание. Счет уже 1-4. Все очень неприятно. Хэвик наполучал. То есть, у нас должен был, по идее, остров выигрывать. А остров... Очень-очень-очень плохо сыграл. У них Чех заехал на гору. Опять же, ему никто ничего не дал. Оба. У меня 62-ка не засветила. Это хорошо. Что я расстреливаю, это отлично. Это хэвик с воды, я так понимаю. Опять Т-100 ЛТ сюда подъехал. Я так встаю, чтобы от арты не получить. У меня немножко плохая ситуация. Перекрестный получается. Не хочется гору отпускать. Ага. У них... Ну, у нас Т-100 ЛТ скоро засветится. Умрет. У них... Ну, отлично. Надо встретить как-то британца. В принципе, я догадываюсь. Как-то, С-100 не понимает, что он сейчас уже просто рентгеном засветится. Они светятся, можно попробовать вот отсюда его. Тут надо полную сводку. Не полетела последняя, к сожалению. Может, его сейчас РХМ заберет. Но сорта засветилась с горы. Тут танки перетянулись. У меня сейчас уже, кстати, кумулятивы будут заряжаться. Это плохо. У них два танка поехало на воду. В принципе, сейчас есть вариант отжать гору. Наверное, это будет очень правильно. Хотя, варианта, наверное, такого особо нет. Потому что... Последний не полетел. Попадание. И теперь он меня будет убивать. Один не попал. И это очень критично оказалось. Больше от него не должен получать. Сзади. Очень печально. Все позиции отдали. Понятно, где Чех у них. Понятно, что там Ягдпанзер вообще светит, не светит. Не, не вариант куда-то ехать. Единственное, что я могу, это попробовать по Чеху дать две, чтобы он мне в это время дал только одну. Вот он ТВП как раз отстрелялся. Или можно попробовать еще по Семёре. ТВП в отстреле. Семёра от башни. Он сейчас вообще от арты умру. Кстати, как он не светится, непонятно. Дал хотя бы две напоследок. Тут, опять же, я очень зависел от команды. Ничего не мог сделать. Пытался саппортить где как мог. Давал в прокатку ЛТшкам. Ну, у нас зарешало то, что на воду не проехали ЛТ, их убили. Я не мог ни на гору заезжать. Не мог ни... Никак нигде проехать. То есть, зарешать бой я особо не мог. Решать бой должны были ЛТшки, которые занимают позиции. А позиции гору отдали, остров отдали. Ну, а деревня особо толком не нужна. Настрелял я что-то. 4600 настрелял Е4 что-то. Ну, и можно посмотреть. Е100 0, 13105 0, на прокатке сдох. Фош 0, Т100 ЛТ с одним выстрелом. Это тот, который стоял весь бой в кусту. То есть, даже когда ему надо было забрать в упор британца, когда он шотный остался, но он этого не сделал. Он просто стоял, светить пытался. Но в то время, как у них другие ЛТшки катались и что-то делали, то есть пытались высвечивать, выстреливать, арту убивать, наш ЛТ просто стоял. Ну, не знаю, насколько это эффективно. Поначалу было эффективно, да, когда я там, я ему мог саппортить. Но потом он, по сути, бестолку стоял, ему надо было забирать британца быстро и уже играть, помогать мне. Но он этого не делал. 62 с нулем тоже на прокатке умерла. Ну, арта понятна. В общем, не очень повезло с командой. У них отыграли ЛТ гораздо лучше, позиции занимали. На этом все. Вот такие вот три боя. Две победы, одно поражение. Примерно 4 500 средний урон. То есть, я надеюсь, я примерно показал для тех, кто не знал, что такое ТВП 50-51. Как на ней примерно играть. То есть, что надо примерно делать. Еще раз повторю для тех, кто в танке. Сначала вы едете куда-то отстреливать, какие-то проезды. Но это надо, ну, это с опытом приходит. Опять же, надо знать, куда вы успеваете, где вы успеваете заряжаться, где не успеваете. То есть, знать позиции, где надо стоять и отстреливать. Но, опять же, очень зависит от союзников, будет ли просвечивать что-то. Во многих случаях он сам себе может просвечивать. То есть, я играю с оптикой. Базовый обзор здесь 410. С оптикой получается, у меня 490 обзора. То есть, я катаю модули именно стабилизатор, оптика и вентилятор. Кто-то катает вместо, допустим, оптики приводы. Если, давайте я сейчас поставлю приводы. Посмотрим, сколько будет обзор в таком случае. 445 метров, но это у меня ни одного перка на обзор нет. У кого экипаж чуть получше, будет получше. Но я предпочитаю катать с оптикой. Высвечивать какие-то перекатки. Очень полезно. На этом все, ребят. Спасибо всем, кто посмотрел. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Понравился вам видос или не понравился. Обязательно пишите в комментарии, что так, что не так. Увидимся в следующих видео. На этом у меня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...